О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. Сегодня в Казахстане отмечают День защитника Отечества. Ровно 27 лет назад Нарсултан Азарбаев подписал указ о создании национальных вооруженных сил. С 2012 года, 7 мая, государственный праздник и выходной день. Современная сильная армия – одно из достижений независимого Казахстана. Ежегодно войсковые части страны оснащают новейшими образцами военной техники, пополняются и ряды военнослужащих. Наши корреспонденты встретились с новобранцами. У этих парней началась настоящая военная жизнь. Новобранцев принимает региональное командование БАТЭС. К нам прибыли 130 молодых солдат из Алматинской, Казлардинской и Туркестанской областей. Наша задача – за один месяц научить их основам военной жизни. А 25 мая они будут принимать присягу. До присяги еще две недели. За это время новобранцам предстоит ближе познакомиться друг с другом, научиться маршировать и привыкнуть к статусу солдата. Казлардинец Нурбол Орнтай служить в армию отправился сразу после окончания колледжа. Сержанты и офицеры учат нас всему. Мы хотим отслужить достойно и вернуться домой, выполнив свой гражданский долг. Командир отделения Диас Данигулов выбрал путь военнослужащего. Он – выпускник кадетского корпуса. Теперь принимает молодых солдат и передает им свои знания. Хочу поздравить всех военнослужащих нашей страны, офицеров, которые меня учили, и коллег-сержантов. С днем защитника Отечества. Передаю пламенный привет своим родителям и всем близким. За два последних призыва из Атыраутской области уехали служить свыше 1600 молодых солдат. Нургуль Ахметова, Бекен Аль-Рахим, Тимирлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Атырауха, Бар-24. Министр обороны поздравил личный состав вооруженных сил с Днем Защитника Отечества. Наиболее отличившимся Нурлан Ермикбаев вручил медали и грамоты. Ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания, в том числе досрочные. Как отметил глава ведомства, военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил, достойно выполняют конституционный долг, поддерживая высокий уровень боевой готовности. О чем свидетельствуют многочисленные крупномасштабные мероприятия по боевой подготовке, высокие оценки руководства страны и авторитетных международных экспертов. 24-летний военнослужащий Думан Абдукаримов из Семея уже имеет звание старшего лейтенанта. Досрочное поощрение он получил за высокую боевую подготовку. Военными навыками он с удовольствием делится со своими сослуживцами. По словам его старших товарищей, служба в армии – первая ступенька карьеры в силовых структурах. С защитниками Отечества встретилась наш корреспондент Асем Утиша. О службе в армии он мечтал с детства. В свои 24 года Думан Абдукаримов уже является заместителем командира аэромобильной роты в войсковой части 44-736. Несмотря на молодой возраст, благодаря своему упорству и отличной военной подготовке, он досрочно получил звание старший лейтенант. Спуску подчиненным Думан не дает, проявляя жесткость во всем и требуя порядка в работе. Для меня примером является мой отец. Я сам хотел здесь стать военнослужащим, попасть в ряды вооруженных сил, защищать родину. Я думаю, плохо тот солдат, кто не хочет стать генералом. Мы готовы защищать нашу родину в любой момент от любого противника. Ежедневная учебная боевая подготовка у солдат проходит на территории воинской части. Здесь созданы максимально приближенные к боевым условиям, так необходимы и для их физической подготовки. Вот такие непростые тренировки каждый день проходят военнослужащие войсковой части 44-736. Данный вид занятий называется «параллельная переправа». Военнослужащие нашей части ежедневно, как днем, так и ночью обтачивают свое мастерство на занятиях по боевой подготовке, полевых выходах и на учениях. Мы наших военнослужащих воспитываем как настоящих патриотов, которые должны быть верны своей родине, верны своему народу. Сегодня в Казахстане большое внимание уделяется постоянному развитию вооруженных сил, повышению их боеспособности. По словам военнослужащих, принимаемые меры позволяют им не только повысить свой профессионализм, но и поднять престиж воинской службы на новый уровень. О социальном самочувствии казахстанских военнослужащих и о том, какая работа проводится Министерством обороны Республики по его улучшению, поговорим с гостем студии, начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, полковником Кайсаром Мугаловым. Он находится на прямой связи со студией. Кайсар Кайр Биваевич, доброе утро вам. Коллектив канала «Хабар-24» поздравляет вас и ваших коллег с профессиональным праздником. И спасибо большое, что, несмотря на ранний час, нашли время ответить на наши вопросы. Какая работа, вот интересно, проводится профильным ведомством по улучшению социального самочувствия военнослужащих в нашей Республике? Как решаются вопросы по обеспечению, ну, таких семей медицинскими услугами, доступу к дошкольному, школьному образованию? Добрый день, уважаемые телезрители. Прежде всего, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить казахстанцев с Днем Защитника Отечества, наших ветеранов Вооруженных сил и военнослужащих Вооруженных сил с Днем Защитника Отечества. Да, действительно, еще на заре зарождения казахстанской армии государством, прежде всего, первым президентом Республики Казахстан Елбасы, уделяется огромное внимание решению социальных вопросов военнослужащих. Так, например, с 2017 года повышены должностные оклады военнослужащих на 25%. Сейчас военнослужащие Вооруженных сил с 2016 года полностью перешли на полное государственное пенсионное обеспечение. Также с 2017 года определены надбавки за классную квалификацию, что мотивирует военнослужащих на добросовестное выполнение своих должностных обязанностей. Для решения социальных вопросов, для создания комфортных условий воинской службы у нас в Вооруженных силах созданы специальные службы, специальные службы, которые занимаются постоянным мониторингом и решением социальных вопросов военнослужащих. Казахстан Карабарович, а квартирный вопрос военнослужащих один из главных, который стоит всегда на повестке дня. Как министерство планирует обеспечить жильем своих сотрудников, ну, всех? Есть ли какая-то определенная программа? Да, действительно, вопрос обеспечения жильем военнослужащих один из главных секторов в решении социальных вопросов. Так, например, с введением нового законодательства, с 1 января 2018 года все военнослужащие обеспечиваются жильщими выплатами за счет государства. Для этого военнослужащие заключают договора с банками второго уровня, где открывают личные счета и куда перечисляются жилищные выплаты. Да, действительно, государство тратит на это огромные средства. К примеру, в 2018 году на эти цели были зарасходованы 50 миллиардов тенге. Так что военнослужащие, открыв счета, будут обеспечены жильем. В настоящее время около 40 тысяч военнослужащих уже открыли спецсчета, свои счета, для накопления жилищных выплат. А 2300 военнослужащих уже обеспечены жильем. Ну, в общем, военнослужащими выгодно быть отчасти, да? Пополнять ряды. Вас еще раз с праздником поздравляю. Спасибо большое. С нами беседовал Кайсар Мугалов, начальник департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба вооруженных сил Республики Казахстан, полковник. Республики Казахстан В преддверии Дня Победы в Санкт-Петербурге открыли памятник герою Советского Союза, славной дочери казахского народа Алии Молдогуловой. Автор композиции, скульптор Едыгер Ахмадеев за основу образа девушки-снайпера взял одну из немногочисленных и наиболее сохранившихся фотографий Алии. Постаменты бронза для скульптурной композиции казахстанского происхождения. Все работы по ее созданию велись в Алматинской области. Проект – результат совместных усилий правительства Санкт-Петербурга, посольства Казахстана и России, Акиматов, Актюбинской и Атараусской областей. На церемонии открытия побывала наш корреспондент Дана Нуржан. За несколько дней до этого в Санкт-Петербурге шли дожди со снегом, но в день открытия памятника неожиданно установилась ясная теплая солнечная погода. Сквер у дома номер 5 на улице Алии Молдогуловой даже не смог вместить всех тех горожан, которые решили прийти и почтить память героя, ведь здесь собрались действительно сотни человек. Жители Санкт-Петербурга с воодушевлением восприняли появление памятника девушке-герою. Вот этот памятник герою Советского Союза Алии Молдогуловой, он будет напоминанием всем о дружбе, о согласии, о мире, о великом казахском народе и великой дочери казахского народа, герою Советского Союза, Ленинградке Алии Молдогуловой. Мы не просто увековечиваем память о нашей отважной землячке, а отдаем дань уважения всем героям Великой Отечественной войны, в том числе защитникам Ленинграда. На торжественной церемонии присутствовали ветераны, военные, политики, представители общественных организаций и деятели искусства. Посетила его народная артистка Казахстана, исполнительница известнейшей песни о подвиге Алии Роза Рымбаева. Дань памяти нашим героям, защитникам Отечества, нашей страны. Сколько молодых парней, юных девушек погибло, защищая нашу Родину, отдавая свою жизнь. Она была юной девушкой. Я как невесте ей подарю и возложу ей милые розы. Важно сохранять память о тех людях, благодаря которым мы сегодня все живем. И Алия Молдоголова, уже, как мы понимаем, отчасти жительница нашего Ленинграда, общественностью города, любая история, связанная с памятью о войне, о блокаде, которую пережили в нашем городе, она воспринимается очень хорошо. Здесь и дети, здесь и взрослые, здесь и ветераны, здесь все, кто может сегодня прийти и засвидетельствовать свое почтение. Возложили цветы к памятнику курсанты военных училищ и петербургские школьники, как живое доказательство связи поколений. В город на Неве приехали также родственники и земляки легендарного казахского снайпера. Алия останется в истории образцом беспримерного мужества, любви к родине, сильного казахского духа. Место для памятника было выбрано не случайно. Вот здесь, тогда еще в детдоме номер 46, жила в блокадном Ленинграде Алия Молдогулова. В 42-м детей эвакуировали, а Алия, сама еще совсем ребенок, ушла добровольцем в ряды Красной Армии. Девушка-снайпер погибла в 19. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. Она пожертвовала молодостью и жизнью во имя Родины. Война все дальше уходит в прошлое, но в памяти людей останутся эти трагические годы и цена. Общий для всех нас победы. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24. Оперативно реагировать на угрозы безопасности, отрабатывать совместные действия и повышать боевое мастерство. Таковы задачи армейских учений УДКБ. Они постоянно проходят в Кыргызстане, причем с каждым разом в них участвует все больше военных подразделений. Мотострелковые группы, бронетанковая техника, авиация. Это динамика применения войсковых подразделений армий стран-участниц УДКБ. Если в начале сотрудничества тактические учения проводились с применением только сухопутных подразделений, то последние маневры проходили уже с применением стратегических бомбардировщиков. Только для группировки авиации мы подготовили 29 летательных аппаратов, в том числе Ту-95 МС. Ту-22, которые успешно наносили огневые удары по уничтожению скопления боевиков в горно-лесистой местности. В зависимости от вида армейских подразделений и военной техники применяется тактика маневров. Но в основе всех учений лежит одна легенда – борьба с незаконными вооруженными бандформированиями. Противостояние террористам – актуальная задача, и военные УДКБ каждый раз отрабатывают всевозможные сценарии развития событий. Слаженность коллектива объединенного командования показала конечный результат – это выполнение задач по уничтожению незаконных формирований. Подобные учения мы будем проводить, наращивать их комплексность, наращивать их потенциал. Осенью минувшего года на полигоне «Эдельвейс» в Иссыкульской области Кыргызстана прошли самые масштабные учения. В них приняли участие 2000 человек, 300 единиц техники, 40 летательных аппаратов, в том числе и беспилотники. От Казахстана в маневрах принимали участие военнослужащие десантно-штурмовых войск. Одна из главных задач коллективных сил оперативного реагирования – адекватный ответ возникающим угрозам безопасности стран-участниц УДКБ. Пока ответы на подобные вызовы отрабатываются в ходе учений. Но, как показывает боеспособность армейских подразделений, применить эти навыки военные готовы и на практике. Бакычер Машин, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Лучших военнослужащих чествовали в Таразе в числе награжденных и военно-регионального командования «Юг». Это самое крупное оперативно-тактическое объединение в составе не только сухопутных войск, но и вооруженных сил страны. Для нас наш профессиональный праздник – это тот самый день в году, когда мы слышим в свой адрес те самые слова, которые, наверное, каждый из нас хочет слышать. Потому что наш труд, он, наверное, как незаметный подвиг, его не видно. Но в целом, как всегда говорят наши военачальники, мы обеспечиваем военную безопасность. Хочется поздравить своих боевых товарищей с Днем Защитника Отечества. В семье ученики старших классов состязались с выносливостью и сноровкой. В преддверии праздников там прошли военно-спортивные соревнования. В течение всего учебного года школьники города обучались военной подготовке. В итоге из 60 школ в финал попали 10 лучших команд. Соревнования прошли на стадионе «Спартак». Молодые люди состязались в спортивной эстафете, военизированном кроссе и строевой подготовке. Здесь же юных патриотов посвятили в участников движения «Жасарваз». Ребята приняли клятву и торжественно обещали с честью и достоинством соблюдать все славные традиции военно-патриотического движения. Я очень рад носить данную форму, потому что она для меня символизирует уважение погибшим солдатам. Я горд не только принимать участие в качестве представителя своей школы, но и в качестве человека, который любит и уважает свою страну. В первую очередь это, естественно, выносливость, потом разбираться в военном деле, это сборка-разборка автомата Калашникова, переноска, оказание первой медицинской помощи и снаряжение АЗК. В праздничные дни в Алматы усилят меры общественной безопасности. Личный состав местной полиции перевели на повышенный режим службы. В частности, они будут сопровождать колонну во время шествия бессмертного полка 9 мая. По маршруту движения также установят антиторанные дорожные бетонные ограждения. Подобные меры помогут предотвратить массовые беспорядки, уверены специалисты. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на любого рода антиобщественные проявления со стороны сторонников экстремистского движения и принимать строгие меры к нарушителям в соответствии с законодательствами Республики Казахстан. К другим темам. В Казахстане подорожали авиабилеты. Причем касается это сразу нескольких направлений, куда летают самолеты из столицы. Ирина Панфилова расскажет подробнее. Рассказывай, в чем причина скачка С. Все дело в приближающихся праздниках. Впереди у казахстанцев несколько выходных дней, но улететь из столицы или уехать получится далеко не у всех. Почему расскажу через несколько секунд. Для анализа цен на авиабилеты мы взяли четыре направления. Север, юг, запад и восток. В качестве примера взяли конкретную ситуацию. Человек хочет вылететь из столицы 9-го, а вернуться 12-го мая. Вот что получилось. Судя по информации на сайтах авиакомпании, если из Нур-Султана добираться прямыми рейсами, то самый дешевый перелет до Кустаная и обратно обойдется более чем 80 тысяч тенге. Это в обе стороны. Почти на 11 тысяч дешевле стоят рейсы до Шымкента и обратно. Меньше повезло тем, кому в праздничные дни нужно оказаться в Атырау. Стоимость авиабилетов превышает 96 тысяч тенге. И это при условии, что вам нужно сразу оплатить рейс туда и обратно. Но самым дорогим путешествием получится для тех, кто полетит в Усть-Каменогорск. За перелет в обе стороны придется отдать больше 120 тысяч тенге. Не забыли мы и о таком популярном направлении, как Нур-Султан Алматы. Стоимость перелета туда и обратно 50 с половиной тысяч тенге. Это самый экономичный вариант. Есть и другие прямые рейсы. Самые дорогие билеты стоят порядка 100 тысяч. В целом цены подскочили почти вдвое к праздникам. К примеру, с 13 по 16 мая в Алматы и обратно можно следать за цену наполовину дешевле, чем вот в эти дни предстоящие праздничные. Билет стоит меньше 28 тысяч тенге. Гораздо ниже, в 36 тысяч обойдется и перелет в Усть-Каменогорск. В 56 – в Атырау. Что касается Шимкента, цена за дорогу в обе стороны составляет порядка 35 тысяч тенге. Авиарейс до Кустана и назад стоит чуть дороже 77 тысяч. Если есть желание сэкономить, можно воспользоваться железнодорожным транспортом. Цены на поезда по основным ЖД-направлениям, к слову, пока не изменились. Ну, в отличие от стоимости чая. А что у нас с чаем? Есть обоснования тоже для подорожания? Да, Вера, за последний год этот вид продукции в Казахстане подорожал на 4%. К маю килограмм черного баяхового чая в среднем стоил свыше 2960 тенге. Дороже всех товар обходился костанайцам, алматинцам и жителям Караганды. При этом производство чая, напротив, снизилось за год почти на 6,5%. За первый квартал выпустили 4400 тонн продукции. Основная доля производства, больше 90%, пришлась на Алматы. Добавлю, за первые два зимних месяца отечественные предприятия перекрыли спрос меньше, чем на 29%. Импорт чая в Казахстан достиг 5,5 тысяч тонн. В денежном эквиваленте это порядка 20 миллионов долларов. Основной поставщик товара – страны СНГ. А теперь о международных новостях. США грозит Китаю повышением существующих тарифов на товары уже в эту пятницу. Кроме того, страна обещает ввести 25-процентный сбор на импорт. В денежном эквиваленте это 325 миллиардов долларов дополнительно. В результате Китаю станет невыгодно завозить в Америку практически всю продукцию, которую крупнейшая торговая страна сегодня поставляет на рынок. К слову, дополнительные расходы могут оказать большое давление и на американских потребителей. Отмечу на фоне заявления США, вчера после закрытия регулярных торгов упали фьючерсы на американские акции. Биржевой фонд снизился на 0,5%. И к другим темам. Японский миллиардер продает картины из собственной коллекции. На торги будут выставлены шедевры, которые оцениваются в 1,5-3 миллиона долларов. Поставить произведение искусства на продажу Юсаку Мэдзава хочет 16 мая в Нью-Йорке. Отмечу, в 2017-м бизнесмен потратил на аукционах картин больше 98 миллионов долларов. Вместе с тем, по оценкам Forbes, за прошлый год предприниматель потерял 700 миллионов долларов. И опустился в списки богатейших людей Японии на 4 позиции до 22 места. В глобальном списке Forbes он занимает 1281 место, с состоянием порядка 2 миллиардов долларов. Добавлю, в сентябре 2018-го Мэдзава выкупил все билеты на первый космический полет компании SpiceX и Лона Маска. И напоследок информация с казахстанской фондовой биржи. Курс доллара составил 380 сенге, 58 тиинов, евро 425,95. Вера, на сегодня у меня все. Передаю слово тебе. Всем хорошего дня. Спасибо большое, Ирина. Тебе тоже. С экономическим обзором была Ирина Панфилова, но мы продолжаем. Как прошла официальная коронация короля Рамы X в Бангкоке? Что публикует Центральное разведывательное управление США в своем официальном аккаунте в Instagram, который открыла недавно? Об этом и многом другом смотрите далее в рубрике «Между строк». Центральные банки некоторых стран меняют доллары на золотые слитки. В первом квартале текущего года Россия и Китай стали лидерами по покупке золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Мировые запасы золота выросли на 145,5 тонн в первом квартале, что на 68% больше, чем в прошлом году, говорится в отчете Совета. Россия остается крупнейшим покупателем, поскольку страна сокращает свои казначейские обязательства перед США в рамках процесса дедоларизации. Цитата. «Мы видим продолжение высокого спроса на золото со стороны центральных банков. Мы ожидаем еще один удачный год для покупок с их стороны. Хотя я буду приятно удивлен, если они будут соответствовать уровню 2018 года», – сказал Алистер Хьюитт, глава отдела анализа рынка Всемирного совета по золоту. Отмечается, что лидерами в покупке золота остаются также Казахстан и Турция. Увеличили свои золотые запасы Эквадор, Катар и Колумбия. По мнению представителей Всемирного совета, такая тенденция объясняется тем, что вышеупомянутые страны стремятся уменьшить свою долларовую зависимость и имеют низкую долю запасов золота по сравнению с западноевропейскими странами. Официальная коронация короля Рамы X прошла в тронном зале Большого дворца в Бангкоке. Об этом сообщает агентство Reuters. 66-летний король Таиланда Маха Вачираланггорн завершил буддистские и браминские ритуалы, символически превратившие его в живого бога. Кульминацией длительной церемонии стал момент возложения золотой короны на голову монарха. Корона, украшенная бриллиантами и драгоценными камнями, весит около 7 килограммов и имеет высоту более 60 сантиметров. «Я продолжу, сохраню и буду опираться на королевское наследие. Править справедливо, во благо и счастье народа навсегда», — отметил монарх в своем первом королевском приказе. Фактически, Рама X стал королем после смерти своего отца Пумипона Адульядета в октябре 2016 года. Однако церемония коронации была отложена в связи с трауром по одному из любимейших королей Юго-Восточной Азии. На торжественной церемонии к монарху присоединилась новая супруга короля Сутида, которой был присвоен официальный титул королевы. О четвертом браке короля было объявлено за три дня до коронации. Центральное разведывательное управление США открыло официальный аккаунт в Инстаграме и уже публикует первые записи. Об этом сообщает телеканал CBS News. Директор ЦРУ Джина Хаспил впервые рассказала о планах создать страницу в Инстаграме во время сессии вопросов и ответов в Оперне, где ее спросили, как изменилось разведывательное сообщество и его сотрудники за последние годы. По ее словам, одно принципиальное отличие заключается в том, что новички подкованы в ведении социальных сетей. Цитата. «Присоединение к Инстаграму – это еще одна возможность для ЦРУ делиться историями и привлекать талантливых американцев на службу. Через этот аккаунт мы познакомим вас с жизнью агентства, но не можем обещать селфи из секретных локаций». Прокомментировали новость представители разведывательного управления. За несколько дней аккаунт собрал более 130 тысяч подписчиков и около тысячи комментариев. Употребление риса поможет предотвратить ожирение. К такому выводу пришли японские ученые из Женского колледжа гуманитарных наук Дашиша в Киото, сообщает издание Bloomberg. Эксперты полагают, что люди, соблюдающие азиатскую диету на основе риса, реже страдают ожирением, чем люди, живущие в странах, где потребление риса относительно низкое. Хотя, по словам многих экспертов, низкоуглеводные диеты, ограничивающие потребление риса, являются популярной программой для снижения веса в развитых странах, влияние этого продукта на ожирение еще требует доказательств. Исследователи проанализировали данные о рационе, образе жизни и вредных привычках жителей 136 стран мира. Как выяснилось, меньше всего риса употребляют в западных странах. Например, в Великобритании человек в среднем съедает 19 граммов риса в день. Похожие данные и в десятках других стран, таких как Канада, США, Испания. Исследователи подсчитали, что даже незначительное увеличение потребления риса до 50 граммов в день может снизить риск распространения ожирения во всем мире на 1%. Цитата. Специалисты предполагают, что уровень ожирения является низким в странах, где люди едят рис в качестве основного продукта питания. Поэтому азиатская диета на основе риса способна помочь предотвратить излишний вес. Учитывая его растущий уровень во всем мире, в западных странах рекомендуется употреблять ежедневно больше риса, говорит ведущий автор исследования профессор Тамоко Имай. Приводя возможные причины, почему рис может быть эффективен в решении проблемы ожирения, профессор Имай сказала, что рис имеет низкое содержание жира. И добавила, что вполне возможно, клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном зерне, могут усилить ощущение сытости и предотвратить переедание. В самом крупном научно-исследовательском вузе США Нью-Йоркском университете, который закончили более 30 нобелевских лауреатов, чествовали казахстанский клуб «Намад». Эта студенческая организация, представляющая наш регион, получила специальную награду. Особенностью работы клуба «Намад» в стенах университета стало открытие классов по изучению казахского языка для взрослых и детей. Для них организованы кружки национальных танцев, проводятся лекции и концерты. В этот раз для них выступил наш земляк, известный пианист, победитель международных музыкальных конкурсов Иван Гусев. Выпускник Московской государственной консерватории имени Чуйковского знакомил детей с творчеством великих казахских композиторов. Сегодня я отдал концерт-лекцию для детей в клубе «Намад». Я родился в Караганде, Казахстане. Для меня было это очень приятное и важное событие, поскольку я долгое время преподавал и учил детей. Сейчас я больше концертирую. Я концертирующий пианист. Тысячи чехов заполонили центр Праги и другие города, протестуя против назначения нового министра юстиции. Люди опасаются, что чиновник может вмешаться в уголовное дело с участием премьер-министра. Протесты продолжаются вторую неделю. Мария Бенешева назначена главой Министерства юстиции на прошлой неделе после отставки ее предшественника. Протестующие говорят, что обеспокоены тем, что она попытается защитить премьер-министра Андрея Бабиша. Ему грозят обвинения в мошенничестве. Миллиардера, имеющего деловые интересы в области средств массовой информации, продуктов, питания и химикатов, подозревают в том, что он незаконно получил субсидию Европейского Союза в размере 2 миллионов евро для своего предприятия. Политика отрицает правонарушения и называет это дело политически мотивированным. По его словам, назначение Бенешевой не представляет угрозы для системы правосудия. Полиция выдвинула обвинения против премьер-министра Бабиша 17 апреля. А 18 апреля он сменил министра юстиции на женщину, которая в течение двух лет заявляла, что обвинение является лишь политической интригой. Мы боимся большого удара по независимому правосудию. Почти 6 тысяч человек вышли на протесты в столице Мексики против президента Андреса Мануэля Лопеса Амбрадора, бастующей недовольной политикой действующего президента, в частности, в сфере общественной безопасности. Главе государства за время его правления не удалось остановить криминальную войну в стране. Более того, она только усилилась. По данным правоохранительных органов, число убийств в латиноамериканской стране за первый квартал этого года выросло почти на 10%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда их число превысило 33 тысячи. В Нигерии, неподалеку от столицы Ниамэ, в воздух взлетел бензовоз. Погибли как минимум 58 человек. Около 40 жителей госпитализированы. Многие из них находятся в критическом состоянии. По сообщениям местных СМИ, недалеко от столичного аэропорта перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, решили набрать топливо, которое вытекало из него. В этот момент прогремел взрыв. Предполагается, что спровоцировать ЧП могла искра от одного из множества собравшихся возле грузовика мотоциклов. Самолет деловой авиации «Бомбардир Челленджер-601» разбился в горной местности штата Кауэлья в Мексике. На борту находились не менее 13 человек. Бомбардир следовал из американского города Лас-Вегас в Монтере. Туда пассажиры должны были прибыть, чтобы наблюдать за боксерским боем. Обломки судна обнаружены с помощью воздушного наблюдения в отдаленной горной зоне в северном муниципалитете Акампа. Говорится в заявлении правительства. Фамилии трех членов экипажа и десяти пассажиров, опубликованные правительством Кауэлья, были испаноязычными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Маленького Карима, который больше года находится в реанимации в Павлодарской детской областной больнице, доставят в Республиканский центр нейрохирургии. Самолет для него уже нашли. Об этом накануне сообщили в Управлении здравоохранения области. Врачи провели консилиум и пришли к поводу, что операцию лучше провести в условиях специализированной клиники, где есть все необходимые условия и подготовленный персонал. Санитарная авиация перевезет малыша в Нур-Султан сразу после майских праздников, а сейчас медикам нужно стабилизировать его состояние. Как мы уже сообщали, Карим Танибергенов находится в реанимации больше 450 суток. У мальчика после приема у частного мануального терапевта сломаны два шейных позвонка. Ребенок не может самостоятельно дышать. С подобным случаем отечественные врачи столкнулись впервые. Свою помощь семье Карима предложили специалисты центра «Элизарова» из города Курган. Мы переведем этого ребенка на воздушном транспорте в сопровождении детских реаниматологов. Все необходимые для операции средства и медикаменты в центре имеются. Что касается города Кургана, то у нас неоднократно были переговоры, и мы на связи с тактикой лечения. На сегодняшний день они согласны. То, что касается этого врача, то сейчас расследование ведется. Мы, Управление здравоохранения, писали письмо в Департамент охраны общественного здоровья, для того, чтобы они проверили его качество оказания медицинской помощи и плюс достоверность этой лицензии. Нам нужна одна победа. Премьера музыкально-поэтического спектакля с таким названием состоялась в театре для детей и юношества в Алматы. Постановка о войне. В ней прозвучали песни, стихи и отрывки из лучших произведений тех лет. На спектакль были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, участники Трудового фронта и молодежь. Он стал благотворительной акцией, которая по традиции берет начало с послевоенной осени. Именно тогда, в 1945-м, по инициативе знаменитого театрального деятеля Анатолий Сац, и был создан этот старейший театр Казахстана. Поэтому ТЮС носит название «Дитя победы». Я когда-то в Сац работал в оперном театре, в расцелье, в годы войны. Трудно, очень трудно, в день победы не плакать, потому что мы все это пережили. Мы вместе с воинами, они там, а мы из Алматы слали им яблоки в посылках, слали им хорошие письма, слали им фотографии. И все время говорили, бейте их, принесите победу. Артисты подобраны. Вот так. Такой спектакль. И так играли проникновенно, что невозможно было спокойно слушать. Сидящие бабушки плакали. Впечатления потрясающие. Труппа до самой глубины души задела наши самые лучшие чувства. Потому что в каждой семье есть потери. Мой отец воевал, мой дед воевал. Столько слез я не пролила, наверное, давным-давно. Потому что они задели самые наши глубинные чувства. И я благодарна этой труппе, которая сумела так разбудить все хорошее, которое есть в наших сердцах. Спасибо. Казахстанцы покоряют Южную Корею. Группа «Нэнти Уан» выступила с концертами в стране утренней свежести. Все песни коллектив исполняет на казахском языке, но имеет своих фанатов среди южнокорейцев. На встречах с ними музыканты рассказывают о Казахстане. В Корее у родоначальников кей-попа «Нэнти Уан» убираются опыта, изучают менеджмент шоу-бизнеса. Первые песни казахстанской группы в 2015 году были в южнокорейском стиле. Но позже появилось собственное музыкальное направление кей-поп, родоначальниками которого и считается группа «Нэнти Уан». Планы есть, которые мы должны сделать, показать то, что именно музыка, она безгранична, она на нации не делится, она может все. Соответственно, мы хотим действительно людям дать понять, что наша казахстанская музыка, современная музыка, она имеет право жить. Больше новостей из мира культуры и искусства в программе «Культвояж» далее будем смотреть вместе, потом вернемся к выпуску. Расскажу о спорте. В Центральном зале Казахстан состоялся вечер традиционных. Молодой творческий коллектив «Астана Сазы» исполнил произведения отечественных композиторов, а также кьюи и посвящения на военную тематику. В годы Великой Отечественной войны сын великого Жамбыла отправился на фронт. Отец отпустил сына, дав ему свое благословение. В один из дней он получает весть, что его сын Алгабай скончался. Это стало большой потерей не только для Жамбыла, но и для всего народа. Сегодня я исполню поминальную песню, которую Жамбыл посвятил сыну. «Астана Сазы» – молодой коллектив. Образовался два года назад, но уже успел зарекомендовать себя на международной арене, став обладателем первого места международного конкурса исполнительского искусства. «Когда мы составляли данную концертную программу, мы старались сделать ее универсальной. И пожилые люди, и студенты смогут найти здесь свое. Возрастной охват широкий. Я надеюсь, что концерт всем понравится. Особенно молодежи, потому что некоторое время назад у нас были гастроли по Казахстану. И тогда мы буквально купались в овациях молодой публики». В столице открылась выставка с необычным названием «Жин-де-Кубелек», в которую вошли не менее экстравагантные работы. «Когда мы в социальных сетях разместили информацию о выставке, внимание читателей привлекло название. Выяснилось, что в разных уголках страны моль называют по-разному. В некоторых словарях и вовсе это слово так и остается, не переводится. Так и назвали выставку «Жин-де-Кубелек». «Основная целевая аудитория у нас, конечно, это среднее поколение. Это люди от 20 до 35 лет. Бывает, что и старшее поколение тоже приходит. Но, конечно же, это люди искусства, люди, снимающие кино, архитекторы. Приходят очень много шоуменов сюда, иностранцев очень много приходит». Темы и формы работ разнообразны настолько, что на первый взгляд могут вызвать неоднозначные чувства. Но авторы готовы к любой реакции посетителей. «Даже если это будет критика, я буду готова к ней. И, конечно, я приму все различные мнения. И я решила создать две работы, два проекта, в которых я раскрываю темы экологии и потери национальной идентичности. Мне кажется, это две такие прям серьезные темы, которые очень актуальны на данный момент». Основная цель организаторов – дать молодежи инструменты для роста и развития их творчества. В Национальном музее Республики Казахстан прошел круглый стол на тему «Ерлик Дастана Ельден Урана». В мероприятии приняли участие историки, научные сотрудники музея, а также студенты вуза в столице. «Я руководствуюсь художественными документальными фотографиями, чтобы было историческое соответствие, начиная от униформы, заканчивая даже вооружением. Потому что бывают моменты, когда ты хочешь сделать, скажем так, определенную работу на одну тему, но в этот период не было того или иного оружия. И, соответственно, приходится вот так вот полностью просматривать. Даже большим плюсом является то, что с такой, знаете, образовательной точки зрения школьники и студенты могут посмотреть на эти работы и уже понять, какая техника была в тот или иной период, как одевались солдаты и так далее. То есть весьма интересно». Вместе с тем, вниманию гостей и участников «Круглого стола» были представлены книги и журналы, повествующие о жизни Алии Молдогуловой. «На книжной выставке представлены книги о Великой Победе. Также вы сможете увидеть книги о героях Советского Союза, таких как Алия Молдогулова, Маншук Маметова. Всё, что представлено в экспозиции, взято из научной библиотеки Национального музея. Мы всё собрали и представили на выставке». По завершении «Круглого стола» для гостей была проведена экскурсия по залам Национального музея. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 7 мая труппа Кустанайского областного казахского театра драмы имени Умарова даст постановку «Махабат Казахмол Жилдар». 8 мая в зале «Казмедиа Холл» состоится концерт «Музыка из аниме и компьютерных игр». 9 мая в Театре Астана Опера пройдёт концерт «Победы. Негасимый свет». Вы смотрите новости. Мы продолжаем. В Армении выявили лучших состязаниях по Казахшакурес. В республике впервые прошёл чемпионат по казахской национальной борьбе. Примечательно, что в стране создана и успешно действует федерация по этому виду спорта, объединяя под своим крылом борцов со всех регионов Армении. Подробности в следующем материале. Казахский национальный вид борьбы прочно прижился среди жителей Армении. Почти во всех регионах страны проходят соревнования по Казахшакурес. В федерации, созданной год назад, состоят сотни человек. Как мы открыли федерацию, мы уже два года участвовали на международных турнирах. У нас есть призёры. И вот сегодня участвует 95 участников. Для Армении это немалое количество, потому что, например, по дзюдо и по самбо максимальное количество участников – это 70. Перед соревнованиями армянским спортсменам преподали уроки по Казахшакурес, чемпионы турнира «Казахстан Барусе» Бейбы Тастыбаев и Улан Рыскул. Встретились, поработали со спортсменами, с судьями. Для начала это уже хорошо. Чемпионат Армении по Казахшакурес – это большое достижение, считаю, потому что федерацию только открыли в прошлом году. Планируем, что соответствующие чемпионаты будут проводиться на ежегодной основе. Плюс федерация открывает секции для детей. У нас секция будет работать три раза в неделю. То, что армянская сторона так очень дружно и очень радостно восприняла нашу борьбу, это для нас большой сюрприз. В итоге сильнейшим в семи категориях назван гюмрейц Григор Саакян. Этот вид борьбы напоминает самбо и дзюдо. И так как я занимался дзюдо, мне захотелось попробовать себя и в Казахшакурес. Попробовал и мне понравилось. Пятеро спортсменов-победителей из Армении в июне станут участниками второго чемпионата Европы по Казахшакурес в Польше. Лаура Жасубекова, Цигран Галстян, Давида Таян, Хабар 24, Ереван. Космическая компания SpaceX отмечает 17-ю успешную коммерческую грузовую миссию. После двухдневного полета ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon прибыла на МКС. Там сейчас находятся шесть космонавтов. После привязки Dragon космической станции космонавты стали выгружать припасы. Это две с половиной тонны продуктов и оборудования. Капсула пробудет на космической станции около четырех недель, после чего вернется на Землю с четырьмя тысячами фунтов исследовательских материалов. Как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар 24. Оставайтесь на нашем канале. У всех мужчин и военнослужащих Днем Защитника Отечества поздравляю. Желаю вам хорошего выходного дня сегодня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok